Масочный режим, социальная дистанция и полный кворум, хотя только часть депутатов в зале, а часть присутствует заочно в режиме ВКС. Таковы реалии октябрьского заседания Совета депутатов. Первый вопрос на повестке дня – положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйственной территории Пущина. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований. Это в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода автомобильных дорог общего пользования, к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них. Еще один документ также пришел из профильного министерства. Необходимость его принятия обусловлена законом о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле. В сфере муниципального контроля является предупреждение о выявлении и обесечении нарушений обязательных требований в отношении муниципально-жилищного фонда. Проводится он непосредственно администрации. Срочность созыва заседания связана с тем, что представленные документы о муниципальном контроле должны быть приняты в строгие сроки. Депутаты согласовали оба положения. Еще один вопрос Сергей Луничев представил из-за необходимости внести изменения в порядок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительства в Пущине. Изменения касаемо рассмотрения именно правил земли пользования. У нас ранее было рассмотрение только по публично слушанию. Теперь мы переносим это в раздел общественных обсуждений, что дает возможность сокращать проведение общественных обсуждений. Эти изменения позволят, по словам докладчика, рассмотреть вопрос перевода участка в микрорайоне Д под строительство многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья. Срочность обусловлена тем, что общественные обсуждения по данному вопросу должны завершиться в текущем году для внесения изменений в правила землепользования и застройки, отметил Сергей Луничев. Поводом для еще одной темы повестки стало поступившее представление прокуратуры о наличии неточностей в некоторых декларациях. Речь идет о подаче отдельными депутатами недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах и имуществе. Для рассмотрения вопроса необходима работа специальной комиссии. В связи с представлением прокуратуры и в связи с тем, что у нас вот такая комиссия, она должна быть в соответствии с законами о коррупции московским областным, но мы ее тогда не создали, мы ее просто сделали, возложили обязанности на правовую комиссию. У нас как-то не сложилось, чтобы правовая комиссия эти вопросы взяла под свое крыло, поэтому нам настоятельно рекомендовали такую комиссию создать. Обсуждение вопроса о создании комиссии по соблюдению ограничений запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности Пущина, было длительным. Темы о закрытом режиме работы структуры, численности представленных в ней депутатов и даже кандидатура секретаря обсуждались отдельно. Теперь в комиссию войдут все народные избранники, а голосовать будут все, кроме того, чей случай представлен.